Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. Меня зовут Аня и со мной сегодня тот же малыш зайчик без глазок. Еще пока вместо глазок у меня тут иголочки. И сегодня мы будем шить маму зайки. Шью я зайки именно по этому набору и ткани беру тоже только отсюда. Мне интересно, сколько у меня останется в итоге лишней ткани. Выкраивать детали я буду обязательно по долевой нити. Это важно, особенно для игрушек. Да и во всем, мне кажется, в одежде тоже важно выкраивать правильно. Почему важно для игрушек? Потому что вы начнете их набивать и если по долевой у вас сохранится форма, то выкроена вот эта деталь поперечная, там где у вас ткань будет больше растягиваться, соответственно тело тоже вытянется. И неизвестно, как оно будет вести себя в экстремальных условиях, когда ей будет играться ребенок. Поэтому проверяйте, чтобы ткань была по долевой, то есть чтобы не тянулась вот так. Кроить я буду с припусками. Абсолютно все. И здесь оставлять припуски, и здесь. Сейчас вырежу эти квадратики. Вот такие квадраты вы могли видеть в косметичках, когда косметичке нужен объем, тоже делаются вот такие уголочки. Но здесь я припуски тоже буду делать обязательно. Абсолютно! я делаю контур обычным мылом если у вас есть возможность берите вот такой вот классный маркер от прим им классно вот на наносить контур он будет более четким и тоненьким но у меня к сожалению закончился а так я им очень довольна вот такой маркер который смывается водой я очень люблю экономить ткань но тут главное не переборщить а то иногда настолько пожадничаешь что очень маленькие припуски получается теперь снимаю выкройку и перезакалываю булавочки потому что у нас с вами тут два слоя ткани чтобы ничего никуда не поехал и мне хочется маме вы здесь вот тоже сделать ботиночки очень сильно вот такие вот синенькие и наверное я и сделаю тогда вот это мне надо сейчас вытереть многие кстати берут вот такой вот большой отрез ткани выкраивают на нем все 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 детали и потом прошивают по линии но мне так не очень удобно поэтому я каждую детальку все равно вырезаю с припусками и уже тогда остачиваю детали потому что такое огромный отрез вертеть на швейной машинке не очень удобно пока подсыхают ручки ножки сейчас я вырежу тело вот что называется пожадничала немножко маловатые припуски так теперь буду стачивать и выкраивать ножки но уже вместе с ботиночками каким образом это делается я ботиночки хочу сделать вот где-то вот такими небольшими поэтому поэтому надо себе отметить где они будут и взять отрез материала вот вот такой длины вот такой длины с припусками и отрез синенького материала на длину ботиночек с припусками и стачать их сейчас те две части вместе вот такой небольшой кусочек для ботиночек по итогу должно кроится вот так вот я сейчас эти две детальки стачаю и будем ножку вот так вырезать я уже сделала тело для зайки как именно его прошила поставила здесь две закрепки прошила вот так по контуру и здесь тоже две закрепочки тут мы пока ничего не прошиваем а вот здесь внизу как вы видите несколько стежков 5 4 5 стежков здесь и здесь все то есть вот эти уголочки у нас остаются не прошитыми и вот здесь расстояние и сейчас я буду вырезать по контуру ножницами зигзаг вот такими еще вот здесь внизу оставляйте припуск немножко больше потому что потом мы будем вручную здесь зашивать вот здесь я тоже оставляю припуски вот здесь вот 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 Что мы делаем теперь? Раскрываем наш шовчик. Тут, кстати, прострачивайте до конца. Вот, чтобы не было такой штучки, надо лучше до конца его прострочить вот здесь и здесь тоже. В общем, строчите вот тут до конца линии. Я сейчас тоже это сделаю. Почему строчим линию до конца? Нам будет легче разворачивать наш шовчик и припуски разутюживать. Вот так. Теперь строчим здесь. Прострочила я здесь и здесь. И когда я натягиваю ткань, она сама собой красиво укладывается в прямую линию. Вот так это выглядит. И через это отверстие мы будем с вами выворачивать зайку. Но не сейчас. Сейчас мы будем делать еще ушки. Это тот этап, точнее, извините, не ушки, а голову, окружность ее. Это единственный этап, который у нас тут показан на картинке. Вот, видите, прошивается одним швом. То есть мы тоже разворачиваем наше тело. Вот так. И прошиваем от этого уголка до этого. Только сюда мне еще надо перевести выкройку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь я тоже разутюжу пальцами наши швы. И обязательно совместите их, чтобы у нас был красивый переход. Все. Иду строчить. Обязательно ставьте здесь закрепки. Вот такая получилась головка. И выворачиваю. Вот так. Вот так. перед тем как набить обязательно вот все разровняю и про утюжу ну и саму ткань конечно же она немножко мягенькая надо обязательно про утюжить перед тем как набивать и насчет ботиночек я прошила вместе два кусочка ткани один голубенький и кусочек для ножки самой и сейчас хочу вот этот шов тоже обработать зигзагом и интересное такое замечание моё это когда вы будете набивать эту ножку неудобно когда шел вот так вот разуть ужин в две стороны когда набиваешь вот так палочкой цепляешь за вот эту ткань которая вверх заутюжена и очень удобно набивать поэтому я когда буду утюжить за утюжу все вот так на одну сторону вниз поэтому когда набивка будет вот так вот эти вниз нам ничего не будет мешать и соответственно вторую сторону тоже теперь совмещаю две части лицом к лицу обязательно надо совместить эти шов чеки ровненько вот так этот шов совпадает у нас вот с этим и можно делать обмеловку ножек вот наша ножка вот я решила что это будет ботиночек значит я положу выкройку вот так ножки я сделаю к следующему видео а еще сейчас покажу вам успела прошить одно ушко и еще ручки ниточки еще обрезать не успела что у нас с ручками я оставляю отверстие для выворачивания на средине длины вот она у меня вот такое небольшое можно оставить побольше будет легче набивать и зашивать и также я оставляю его сзади вот вы видите ручка немножко все-таки имеет форму то есть вот этот кулачок такой вот он спереди идет выпуклый поэтому вот эта задняя часть вот на ней я оставляю отверстие для выворачивания чтобы потом когда вручную буду пришивать чтобы этого шовчика на лицевой стороны изделий не было видно все спасибо большое что посмотрели ту первую вводную часть в следующей части уже будет все красиво разглажена и все обработано ножницами зигзаг надеюсь вам понравилось со мной шить и до следующего видео пока пока